Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Разошлась с мужем, не общаемся, три месяца, есть общий ребенок. Разошлись от недопонимания и взаимных обид. Я пытался сохранить хоть как-то отношения, но он все больше отдаляется. Сейчас даже с ребенком не хочет общаться. У нас были всегда расставания и примирения, сейчас у него есть девочка, я знаю, он с ней ненадолго. Я знаю, он вернется, но я хотел бы, чтобы он уже вернулся навсегда. Что мне делать, как избавиться от обид, переживания и упреков, чтобы больше свои ошибки не повторять? Такой вопрос. Ну, что же, здесь сначала, я думаю, что уместно было бы поговорить на тему того, на тему того, из-за чего вы, собственно, ну, из-за чего ваши конфликты, вот. То есть, ну, с чем они, эти конфликты, вообще, в принципе, связаны, вот. То есть, какая у них, у этих конфликтов, скажем так, природа. И, увидев это, в общем-то, можно уже будет тогда о чем-то говорить, вот. Сейчас, на мой взгляд, говорить можно только, ну, только исключительно в общем и исключительно только по, так скажем, предположениям. То есть, сейчас можно только предполагать, чего бы мне, например, не слишком бы сильно хотелось. Вот. То есть, необходимо понять, в первую очередь, природу ваших конфликтов. То есть, что представляют из себя ваши конфликты, из-за чего вы конфликтуете. Вот. Дальше нужно смотреть на модель поведения в конфликте. То есть, как вы ведете себя в конфликтной ситуации, как и у вас модели поведения в конфликтной ситуации, вот. Чем, условно говоря, это продиктовано, вот, то есть, чем продиктованы выборы вашего поведения, вот, в конфликтной, опять же, ситуации. Ну, вот, и дальше, я думаю, уже будет более-менее, более-менее, я думаю, будет понятно. Вот. Что касается обид, то здесь, на мой взгляд, ситуация заключается в вопросах ваших. Ваших ожиданий, ваших ожиданий от, ну, от своего мужа. То есть, это определенный перенос. Перенос, значит, значит, своих фантазий, своих желаний, своих потребностей, вот, на человека, другого. То есть, человек не такой, каким, например, я, допустим, хотел бы его видеть, к примеру. И, соответственно, когда, ну, вот, вы сталкиваетесь с этой историей, когда, когда вы сталкиваетесь с историей, что возникает несоответствие, появляется, появляется, появляется обиды, потому что вы начинаете фрустрировать, вот. То есть, мы говорим в данном случае о фантазии. И, в целом, перекладывание ответственности, как бы, ну, условно говоря, да, за то, что вы хотите, вот. Вот. На вашего мужа, например. Вот. Вследствие чего и возникает вот такая проблема, как мне кажется. Вот. А здесь и агрессия замешана, то есть, здесь, ну, есть агрессия. Вот. То есть, есть ваше, ну, вот то, что вы сами чувствуете определенную агрессию, да, и... Ну, может быть, как-то, вот, не знаете, как вот с ней обращаться, ну, с агрессией, я имею в виду, своей, вот. И так далее. То есть, это, вот, как-то именно вот то, что вы сами себе, ну, блокируете, скажем так, да, сами себя в себе подавляете. Вот. Дальше. Почему вы так уверены, что он вернется? Вы говорите, что хотите, чтобы он вернулся навсегда. Вот тоже такой довольно интересный момент, что, что в этом? В том, что вы хотите, чтобы он, вот, вернулся навсегда. Вот. В этом желании, чтобы он вернулся навсегда. Что есть? Это про что? Ну, ваше желание, чтобы он вернулся навсегда, оно про что? Это про вашего мужа? Это про то, что вы хотите для него? Или это больше про то, что вы хотите для, ну, для себя? Вот. Чтобы он, вот, вернулся навсегда. То есть, о чем вы здесь говорите? Вы здесь говорите про гарантию. Вот. То есть, вы здесь говорите о том, что вам хочется, вы нуждаетесь в определенных гарантиях. Вот. Получается. То, что вы нуждаетесь в определенных гарантиях, это следствие тревожности и определенного недоверия себе. То есть, вы не доверяете себе, вам не очень, вы не очень хорошо опираетесь на себя. Вот. В какой-то степени получается, что вы зависимы от, например, своего мужа в чем-то и из-за этого возникают как раз таки упреки и переживания. Вот. Но. Здесь важно привести такую небольшую, если можно так выразиться, дифференциацию. Дело в том, что и упреки, и обиды – это способ обратиться вам со своими переживаниями. Вот. То есть, возникает определенное переживание, и вы выбираете с этим переживанием обратиться либо в виде, ну вот скажем так, ну какой-то такой, да, агрессивной форме, то есть, агрессивная форма – это упрек. Вот. То есть, вот, упреки – это в большей степени агрессивная форма. Когда я человека в чем-то упрекаю, вот, это такая, ну что-то, активная форма. А, соответственно, обида – это больше пассивно-агрессивная форма того, как я обращаюсь со своими переживаниями, да, со своими эмоциями, да, и так далее. Вот. То есть, это вот история про именно в данном случае про то, как вы выбираете обращаться с тем, что чувствуете. Поэтому избавляться от переживаний, конечно, не нужно. Вот ни в коем случае, ни в коем случае избавляться от переживаний не надо. Вот. Просто нужно по возможности учиться. Учиться с ними взаимодействовать. Учиться конструктивно с ними обращаться. Вот. Ну, на пользу. На пользу для себя. Вот. Чтобы и вам было хорошо, чтобы и вашему мужу было хорошо. Вот. И так далее. И так далее. А то сейчас плохо всем, как бы, и вашему мужу плохо, и вам очень плохо. Вот. Поэтому, если вы будете пытаться, значит, ну вот, условно говоря, свои эмоции, да, если вы будете их подавлять, то можете мне поверить, да, вот ничего хорошего не будет. Совершенно. Будет только, ну, условно говоря, негатив, негатив будет. Вот. Причем, вот. К сожалению, негатива, ну, негатив будет копиться. Вот. То есть, как бы, уже сейчас вызывают, вызывают, так скажем, некоторые вопросы. Вот. Относительно, есть определенные вопросы относительно того, почему вы так уверены, например, что, ну, что ваш муж вернется. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. То есть, если вы так считаете, да, то вы хорошо. Вот. Просто нужно в этом смысле, ну, как-то вот, больше выделять внимание себе, да, больше выделять внимание своей жизни. Больше выделять внимание тому, что происходит с вами. Вот. А не тому, что происходит с мужем. Вот. Потому что, отдалять его, условно говоря, от вас, может не только такая вот, знаете как, ну, конфликтогенность. А отдалять его от вас может еще и как раз то, что он чувствует, что вы от него зависимы. Вот. И что вы хотите, чтобы он был с вами навсегда. Чтобы он вернулся навсегда. Вот. Вот. Просто у человека же, ну, может быть, другое мнение на это все правильно. Вот. Человек может, ну, по-другому, ну, щепят. Вот. А тут получается такая вот история. Я бы рекомендовал вам еще следующее. Я бы рекомендовал вам спросить себя, вот именно себе такой вопрос, задать. А именно. Буквально. Зачем. Зачем. Моему мужу возвращаться. Ну, то есть, вот, буквально, зачем. Зачем моему мужу возвращаться. Вот. То есть, вы знаете, конечно. Вы знаете сами, вы знаете, зачем вам, чтобы он возвращался. Это понятно. А ему-то это зачем? Вот. И здесь история такая. Что если вы на этот вопрос ответить не сможете. Причем, вот, ну, ответить именно, вот, что называется, своему мужу. Не нам. А именно ему. Вот. Если вы не сможете ответить на этот вопрос, то, вот, я бы сказал, в таком случае, что, возможно, у вас, ну, ничего не получится. Вот. Потому что, ну, вот, вполне вероятно, да, что вы относитесь к нему, вот, как к тому, кто в любом случае будет с вами. Ну, вот. Понимаете? Понимаете, да? Какая шпука. Вот. То есть, обращать, обращать вам своё внимание нужно на вот эти вещи. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Абрэшеттус. Абрэшеттус. Wildcats.